Я приветствую в нашей студии Романа Протасеевича. Добрый день, Татьяна. Итак, Роман, вы, как и остальные сегодняшние участники нашего марафона, поддерживаете идею голосования? Разумеется, и абсолютно всецело. И можете тогда свои аргументы привести? Я могу назвать, наверное, несколько причин, почему это нужно сделать. Прежде всего, абсолютное большинство людей думает, и, в частности, то, что связано с негативом, я это видел, наверное, по десяткам, а то и сотням комментариев о том, что вот, там, Лукашенко не готов идти на переговоры, это все глупости и так далее. Тут важен совсем другой аргумент. Прежде всего, мне кажется, вот инициатива, запущенная Светланой Тихановской, служит для того, чтобы показать, что общество по-прежнему консолидировано, показать то, что нас по-прежнему очень много, то, что действительно ничего еще не закончилось. И также эти голоса являются показателем того, сколько, на самом деле, активных сторонников перемен, которые готовы прямо сейчас делать хоть что-то. И вот эта вот огромная цифра уже более чем 600 тысяч человек подтверждает то, что действительно самое интересное впереди, и белорусская без сна действительно наступает. И я абсолютно согласен с тем, что это очень нужная инициатива, и более того, для того, чтобы поучаствовать в ней, не нужно делать какие-то сложные задания, не нужно чем-то рисковать. Достаточно просто нажать пару клавиш на вашем смартфоне или компьютере. Смотри, Стас просто прислал такое сообщение прямо сейчас. Многие разочарованы. Мой сын и то сказал, что голосование ничего не изменит. Ну, что тут сделаешь? Что бы ты мог сказать вот этим людям, которые думают? Ну, прежде всего, я могу выразить свое мнение. Я думаю, что, в принципе, мое мнение не отличается сильно от мнения многих других и блогеров, и политиков, и так далее. Оно состоит в том, что, на самом деле, это голосование – это средство мобилизации людей прежде всего. И лично я рассматриваю это голосование не как попытку вызвать диктатора на какие-то переговоры, а как, прежде всего, попытку мобилизации общества. И хотя бы это является вот таким очень простым шагом, который может сделать каждый сторонник все-таки перемен. И мне кажется, это абсолютно отличная идея. И опять же, важно подчеркнуть, лично я воспринимаю это голосование не как инструкция, не как толчок для переговоров. Прежде всего, это мобилизация людей, и прежде всего, это счетчик тех людей, которые готовы продолжать что-либо делать, готовы продолжать белорусскую революцию. Знаешь, я все время говорю, друзья мои, если вы не готовы даже нажать кнопку, от которой уж точно не будет хуже, да, то я тогда не понимаю, чего вы хотите дальше, на что вы готовы. Ну, я говорю про это же. Да, голосование – самый безопасный способ. Ну, то есть, куда уж безопаснее, ну, уже просто не придумаешь. Я, наверное, еще могу добавить одну вещь. Многие говорят о том, что вот Лукашенко не пойдет на переговоры и так далее. Но, друзья, давайте вспомним даже мировую историю переговоры о капитуляции Германии. Подписывал не Гитлер, а его генералы. И тут то же самое. То есть, даже в заявлении Светланы Тихановской, о котором, которое вот очень многие обсуждают и говорят вот именно про то, что это якобы переговор должен быть исключительно с диктатором. Это нацелено нигде, ни в одной строке заявления Светланы Георгиевны. Нет конкретной фразы о том, что это переговоры именно с Лукашенко. Это, прежде всего, рассчитано на чиновников, которые готовы взять на себя ответственность и судьбу за будущее страны. И точно так же понятно, что говорить, если эти переговоры будут, то, естественно, это будут переговоры не непосредственно диктаторов с кем-либо, а группы чиновников. Ну, я не знаю, как, может быть, это проще назвать, генералов его, которые будут готовы к этому. Скажи, пожалуйста, Ром, я уже воспользуюсь тем, что ты пришел к нам сегодня в эфир. Ты на какое-то время пропал, да, с радаров после того, как ушел снег. Чем ты сейчас занимаешься? Где, с кем, в какой команде? Я думаю, что нашим зрителям это интересно. И, соответственно, напоминаю, вы можете задавать Роману вопросы, не только касающиеся нашего марафона и голосования в голосе, но и в целом, как говорится, у нас демократия, у нас ничего не заборонено. Ну, по поводу ответов на эти вопросы, в принципе, я уже приоткрывал такой небольшой завист тайны, хотя тяжело, в принципе, назвать тайной в большом интервью нашей Ниве, которая вышла, ну, наверное, недели две или три назад. Вот, в принципе, там я все это рассказывал, но могу без вопросов повторить. После того, как я ушел из проекта «Нехто», а, естественно, какое-то время мне нужно было просто отдохнуть, потому что, естественно, было очень большое нервное напряжение, потому что последние месяцы работы были очень ударными, и вот, то есть я не пытался искать какую-то стороннюю работу и так далее. То есть, прежде всего, я изначально хотел переехать в Вильнюс, где я нахожусь сейчас, и сейчас я, допустим, я могу сказать так, что я продолжаю работу. Вот те месяцы, покуда я вообще не делал никаких заявлений, я занимался скорее политической, чем журналистской работой. Ну, и вот недавно я все-таки возглавил канал политзаключенного Игоря Лосика, который уже более полугода находится в тюрьме. Это канал «Беларусь головного мозга», вот, и сейчас, в принципе, я занимаюсь этим проектом, мы много работаем, мы ищем новые форматы, мы находим какую-то новую интересную информацию и пытаемся активно работать над новостной повесткой и не только новостной повесткой. Ну, и также, естественно, я продолжаю заниматься политической работой, я сотрудничаю со штабом Светланы Тихановской, но при этом не состою в этом штабе. Вот, ну, и самое главное, что, впрочем, работы, как было много, так и есть, просто многие из своих, ну, многое из того, что я делаю, это не совсем публичные вещи, то есть публичность тут далеко не главное, как это было раньше, допустим, во время моей работы на проекте «Нехто». Ну, вы же долгое время вообще, по-моему, со Степаном вдвоем, да, все тянули, у вас ни команды не было, ничего, насколько я помню. Ну, команда начала разрастаться где-то с января-февраля 2020 года, вот, то есть, в принципе, и до этого, да, какой-то период был, когда, по сути, были мы вдвоем со Степаном, и Степан делал ролики для Ютуба, и я работал над Телеграмом. Потом, естественно, и Ютуб, и Телеграм, редакции стали развиваться, там стало все-таки больше сотрудников и так далее, то есть это не то, что мы со Степаном вдвоем что-то сидели и делали. Исключительно вдвоем. Да, ну, я и говорю, что, ну, к тому моменту на «Нехто» было уже, по-моему, 300 тысяч подписчиков. Перед вот этим разрастанием. Перед августовскими событиями, да, около того. Там была отметка, по-моему, в 300 и 200 тысяч, что-то в таком духе, я уже точно не помню, к сожалению. Да, там оно как-то потом быстро так рвануло, и уже было, что называется, не остановить. Ну, так получилось просто, что на тот момент «Нехто» был, по сути, единственным медиа, которое вещало о Беларуси нон-стоп 24 на 7, и абсолютно весь материал, который у нас был, он был уникальный и эксклюзивный, поэтому, естественно, такой рост вовсе не удивительный. Хотя, конечно, признаюсь честно, и в те дни было как-то и не до счетчиков. То есть мы обращали внимание, каждый раз очень сильно удивлялись, но тогда было не до счетчиков, тогда было не до каких-то показателей. Ну да, там всем было не до счетчиков. Скажи, ты поддерживаешь же какую-то связь с Игорем Лосиком через адвоката, жену? Ну, во-первых, вся наша команда, она держит связь с Дарьей, с Дарьей Лосик, с его женой. Вот, то есть Дарья, я могу сказать, что не делает каких-то громких политических заявлений, она не участвует непосредственно вот в каком-то управлении медиа, который создал Игорь. Вот, потому что Дарья сосредоточена на более важной вещи, это, собственно, поддерживать Игоря и пытаться достать его из вот этого плена Лукашевского, в котором он находится уже очень долгое время. Как он сейчас там, как у него настроение? Потому что я помню, он так был в депрессии достаточно. Ну, я, на самом деле, я не обладаю какой-то суперэксклюзивной информацией. Прямо сейчас, в принципе, все то, что удается узнать, все то сразу публикуется. Чего-то сверх этого, в принципе, нет. То есть нет каких-то там других подробностей и так далее. Да, и все то, что происходит с Игорем, сразу попадает во все СМИ и медиа без каких-либо задержек. То есть как только информация, в принципе, как только, в принципе, мы получаем хоть какую-то информацию или журналисты, она сразу публикуется без каких-либо задержек и так далее. Вот, но в целом из того, что, ну, даже лично я видел, да, можно сказать, что действительно у Игоря был, во всяком случае, период депрессии. И это в целом, мне кажется, весьма и весьма объяснимо, потому что, давайте будем честны, друзья, думаю, тут у многих на какой-то период вообще была достаточно сильная депрессия. Тут на свободе депрессия на секундочку начинается. Да, 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 я про это и говорю. Потому что даже у нас была такая депрессия, даже у нас был такой период морального упадка. А что уж говорить, когда человек, тем более, сидит в тюрьме и на него плюс ко всему давят и ему пытаются сейчас приписать еще и новые уголовные дела, то, конечно, ну, было бы странно, если бы это происходило как-то бесследно для психики, было бы странно, если бы это происходило, ну, бесследно для каких-то упаднических настроений. Спасибо. Слушай, я всем сегодня задаю вопрос по прогнозам. Итак, на данный момент на «Голосе» вот мы видим, счетчик уже проголосовало 610 343 человека. Как ты думаешь, к 25 марта, ко дню воли, каков будет результат голосования на платформе «Голос»? Все будет зависеть прежде всего от того, насколько люди будут рассказывать другим, потому что мы видим, что на самом деле очень много сообщений о том, что вот многие, я, допустим, лично общался с людьми, мне вот, допустим, говорили там разные причины, что вот у меня там не зашло в бота в момент, когда голосование началось, или я там не вижу в этом смысла. Люди многие на периферии по-прежнему, но, в принципе, отчасти об этом не слышали. Поэтому, естественно, результат будет зависеть от того, как в том числе и наши уважаемые зрители будут рассказывать, показывать и спрашивать у всех, проголосовали ли они для того, чтобы все-таки увеличивать это число. Но мой прогноз, я думаю, что к 25 числу, я думаю, наберется минимум 750 тысяч. Потому что сейчас общество переживает период всеобщей мобилизации перед днем воли. Я думаю, что на число 750 тысяч мы, в принципе, можем рассчитывать точно. Да, 750. Хотя, конечно, хочется верить, что там будет и миллион, и полтора, и два, но нужно быть реалистами. Я оцениваю наиболее вероятное число к 25 марта – это 750 тысяч проголосовавших. Пока ты у нас самый главный пессимист по прогнозам. Я реалист. Реалист, посмотрим. Баксбани нам пишет. Кто проголосовал, помогите своим родителям и близким. Не у всех смартфон, а может, кнопочный телефон. Но это абсолютнейшая не проблема. Согласно Баксбани, конечно же, все проголосовавшие должны помочь остальным. И в целом, когда у нас сегодня уже 610 тысяч, то хотя бы из тех проголосовавших пусть протянут руку помощи одному, и уже миллион двести. Собственно говоря, то, что мы получили на момент выборов в августе. Сколько там у нас было? Миллион триста, по-моему, да, было зарегистрировано на платформе «Голос». Ну вот, поэтому это здорово. Так, смотрю, что у нас по графику. Мы сегодня, напомню всем тем, кто недавно, допустим, к нам подключился, мы сегодня, у нас будет много экспертов, которым вы сможете задать вопрос, интересующий именно вас, касающийся и безопасности, и в очередной раз, для чего это нужно, и что будет дальше. Потому что будут и представители офиса Светланы Тихановской, и, конечно же, те, кто непосредственно разрабатывал и делал эту платформу «Голос». Итак, Роман, что ты можешь сказать тем, кто до сих пор боится, реально боится того, что их личные данные, их паспорт, уже фотография паспорта после голосования уже завтра будет лежать на столе у КГБшников? Ну, если этого не случилось после августовских событий, то какая у вас вероятность, что это случится сейчас? Вот, и на самом деле я считаю, что тут не стоит ничего бояться, потому что, опять же, выпущено достаточно много инструкций, выпущено достаточно много объяснений о том, что система безопасна, то есть в ней не сохраняется даже номер телефона ваш, потому что он все равно захеширован. Вот, и я уверен в том, что никаких утечек не было и быть не может, потому что если проект справился с нагрузкой, которая была в августе, действительно, сколько там было, миллион триста или миллион четыреста? Ну, миллион триста. Миллион триста, да, и ничего из этого не утекло. Ну, почему это должно утечь сейчас? Это раз, во-вторых, опять же, про паспорта говорят в основном те, кто… А, ну, опять же, те, у кого номер зарегистрирован на зарубежные сим-карты, с одной стороны, это хорошо, это значит, что вы заботитесь о своей безопасности, и ваш Телеграм невозможно взломать так или иначе. Вот, но, опять же, тут важно понимать, что если это не утекло раньше, то почему это должно утечь сейчас? Тем более, что все сервера находятся в безопасных местах, и сама система, она, в принципе, целиком и полностью безопасна, и никаких утечек не было. Почему они должны появиться сейчас? Я считаю это просто вот, наверное, точно таким же упадническим настроением, если можно так назвать. Спасибо большое, Роман. Я очень рада, что вы смогли к нам присоединиться. И у нас на связи уже Франок Вечерко. Приветствую, Франок. Вы слышите нас? Приветствую, Франок. Приветствую, Франок. Приветствую, Франок. Приветствую, Франок.